Я хочу сделать все, что в моих силах и возможностях, чтобы мой сын Дарий тут идет был живым, здоровым, целостным, свободным, суверенным, но был это в прошедшее время. Как правильно сформировать? Вот я, например, писала, что мой сын Дарий продолжал быть тогда живым, здоровым. Как вот это подойдет? То есть не было в прошедшее время, я хочу, чтобы это было на будущее. Вот у меня где-то немножко загвоздка, я тогда поставила продолжал быть. Хорошо. Хорошо. Тогда цель моего сеанса. Хочу сделать все, что в моих силах и возможностях, чтобы мой сын Дарий продолжал быть живым, здоровым, целостным, свободным, суверенным. Я прошу мое подсознание показать все ситуации, которые я предавала моего сына. Я готова увидеть, работать и отменить все эти ситуации. Также хочу отменить все случаи, когда я вредила моему сыну, убрать все последствия моего предательства и вредительства. Также отменить, расторгнуть все контракты, соглашения о договоренности моего сына с Антимиром. Убрать от сына все воздействия, последствия этих воздействий, программы, игрекеры, блоки, подключки, порталы, зацепки от Антимира. Отдать чужую карму истинному ему хозяину. Вернуть весь творческий потенциал, всю его живую чистую энергию и все частички его души. Я запрещаю убивать моего сына, вредить ему, проникать в его личное пространство, запрещая любые насильственные действия по отношению к моему сыну. Из-за нарушения моих запретов я призываю всю мою шкарму, согласно клонам живой вселенной. Аспекты. Я родила моего сына для моего мужа. То есть это как бы он сильно хотел сына. Я сначала трех дочерей родила, но как бы очень был нужен сын. Он с такой завистью, с такой тоской смотрел на тех, у кого были сыновья. Как бы я прям его жалела. И прям вот шел. В общем, для него родила. Я это отменяю. Свои решения. То есть мой сын рожден мой для того, чтобы он получал свой личный опыт, жил для себя, дополнял свою истинную миссию. Также я заболела родить сына на практике у Дуйко. То есть у меня было трое дочерей. И год не получалось вообще забеременеть. И вот у Дуйко был предновогодний семинар по загадыванию желаний на следующий год. Ну, как бы загадай, вдруг получится именно, чтобы сына родить. Ну, в общем, через неделю или две после этой практики я узнала, что беременна. То есть уже на Новый год я, как бы, уже не завершала тот ритуал, который надо было. Потому что, ну, как бы, загадывать сына, если я уже беременна, как бы. Но все равно, как бы, я хочу отменить это свое решение. Как бы, и убрать все энергии, все последствия, ну, все воздействия на моего сына от моего этого решения. Я не отнесла серьезное состояние его здоровья. Когда, как бы, я понимала, что, там, низкий беременглобин у ребенка, ну, я все время откладывала поход в больницу. Да, отказывалась до того, что, как бы, нас потом просто сразу из поликлиники в реанимацию, ему переливание крови, потому что просто по анализам у ребенка просто было сильнейшее кровотечение. Но это, как бы, получается, длилось, там, пару месяцев. То есть это не сразу где-то кровь, там, вот, потерял потихоньку. И, ну, очень много делали анализов. В итоге, как бы, ну, выбрали, ну, я не знаю, верный ли анализ они поставили. В общем, я хочу узнать истинную причину его сильной кровопотери. Это все. А также чудом остался жив после удара затылка об камень. То есть он там гулял на улице с собаками, перецепился поводок и просто рухнул затылком об острый камень. То есть там крови было просто, сейчас вся футболка была залита. То есть, ну, от таких ударов, как бы, об затылок острым камнем, ну, как бы, там, умирают. Так бы, мой сын, который остался жив, если это было что-то подстроено, какое-то воздействие, то я тоже хочу это все отменить. А также у меня периодически сильные боли в районе Ухпа. То есть спазмы идут. Поставили диагноз, что это просто дисбактериоз, но, как бы, то, что мы, как бы, начали, оно, как бы, тоже не дает результата. Все равно сейчас периодически это все есть. Я, как бы, уже ему проводила и антипаразитарку. Как бы, оно хватает там на какое-то время, а потом опять появляются эти периодические какие-то, ну, не знаю, спазмические боли именно в районе Ухпа. То есть тоже хотела бы посмотреть, как бы, есть ли это какая-то энергетическая причина. Также где-то четыре недели назад резко заболел. И, то есть, и получается, мы где-то две-три недели, вот, я его лечу от одной болезни, вроде она полегчала, а следующее утро я просыпаюсь, уже другая болезнь. То есть все болезни, которые мы слышали или видели, вот, оно по очереди, друг за другом. То есть, ну, просто я уже не знала, за что хвататься. Это просто какой-то резкий спад иммунитета, как бы, и там, ну, как бы, это все, нет никакой там воздействия. Но если, как бы, есть, я тоже так же хотела бы оно, как бы, это все отменить. В этом же промежутке времени, когда вот это его болезни и все, то мне несколько раз приходила мысль, ну, там, то зубы надо лечить ему, то еще что-то, и мне вот приходит мысль, зачем, типа, тратиться, если его скоро не будет? Я думаю, что это такое, что это за мысль? Как бы, один раз, ну, как бы, просто отмахнулась. В следующий раз опять она же говорит, зачем тратиться, если его скоро не будет? Я просто начала, как бы, что я запрещаю, там, на меня воздействовать, там, ну, эти все, как, ну, стандартные, да, по... И, как бы, больше их, ну, не возникало такой мысли, ну, как бы, ну, откуда эта мысль, что это за мысль, как бы. Также вот в последние две недели он мне, ну, начал постоянно повторять, мне страшно, мне страшно, причем это в игровой форме, ну, как бы, там, веселявся с этого года, но я всего боюсь, мне все страшно, вот это я боюсь, это мне страшно. А также постоянно повторяют, мама, помоги, мама, помоги. То есть, то просто где-то что-то, ну, реально помочь, ну, обычно, логично, а то просто, как бы, что, мама, помоги, или чем? Ну, не знаю, с просонью, он только просыпается, вот он еще в таком состоянии, тоже, мама, помоги. Я говорю, чем мне тебе помочь, что мне тебе сделать? И, то есть, ну, получается, мы были несколько дней назад в стоматологии в очереди, а у нас как один зуб должен быть, ну, с уколом, с обезболивающим. И вот мы сидим, ждем приема, и он мне опять, я боюсь, я боюсь, я боюсь. А потом, когда показывают на кабинет врача, говорят, я там умру. То есть, просто я в шоке была, люди, которые рядом сидели, как бы, это вот, я тоже хочу посмотреть, если какая-то угроза для моего ребенка, вот там, лечение этого зуба, может быть, реакция на это обезболивание или еще что-то, если какая-то опасность. Но последние, как бы, капли, когда я поняла, что я сама просто уже это, ну, что мне нужна помощь твоя, да, что, как бы, это после того, как он опять ко мне приходит, говорит, мама, помоги. Я говорю, а чем тебе помочь? Он говорит, я умру. Я говорю, что? Он говорит, ну, ничего, как бы, и все. И после этого я же просто не могла уже не обратиться за помощью. Я хочу, как бы, я хочу, ну, оказать ту самую помощь, о которой меня просит мой ребенок, как бы, сделать все в моих силах, чтобы, как бы, ему, он был в безопасности, он был живым, здоровым. Виктория, ты в эфирном пространстве? Да. Тогда на счет три найди в эфирном пространстве мое эфирное тело. Ольга. Один, два, три. Сначала я увидела, пошел образ, как Божьей Матери, да, только черный шлейф от головы, вот так идет буквой «С» через сектор магии в сектор интерферента. А потом вдруг из этой черной ленты выскочила какая-то сущность с таким рыком. Его заморозила? Это программа, да, да. Я смотрю, я его заморозила в одном… Имеет отношение. Оно выглядит, как какой-то, как будто бы человек. Выпрыгнул. Имеет отношение к сектору магии. В секторе магии вижу… Ну, ладно, потом посмотрим. Я это заморозила, эту всю ситуацию. Хорошо. Считай мое эфирное тело. Я ли это? Эфирное ДНК. Эфирное ДНК. Я ли это? На тебе маска. Вот от этой, от черного шлейфа. Прикреплена такая к нему маска черная. Диск такой, как овал. Считывается мать-убийца. И тоже это имеет отношение к сектору магии. Сейчас я… Ты берешь вот так его выталкиваешь. Вижу, как будто бы дверца открылась. Ты в каком-то как будто коконе находишься. Открыла эту дверцу, вот где лицо. Да, это ты. Как будто бы все металлическое. Да. Вот это кокон такой, как металлический. Спроси разрешение у меня потрудиться со мной и для меня. Ты разрешаешь. Я вижу, что у тебя в руке, как-то вот через это окошко, как такой шлейф, вот этот прозрачный такой. И говоришь, что тебе нужно избавиться. От чего избавиться мне нужно? Говоришь, от притязаний антимира, говоришь, к моему ребенку. И там, где третья чакра, там как перерезано таким черным диском. И на этом черном диске вижу, как письмо Брайля. И в левой стороне, как будто бы ребенок ходит такими шагами. Ого. Я вижу себя. Мне пять лет. И мама очень веселилась и смеялась, потом всегда рассказывала. И я помню ту ситуацию, когда вдруг настало какое-то время. И я руки за спину вот так ложила. Ставила. И вот так энергично ходила по комнате. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Мама с папой очень веселились. А почему, Виктория, ты себя увидела в моем пространстве? Это не в твоем пространстве. Это в моем пространстве, это ассоциация с моими такими же действиями. Потому что в твоем пространстве вот эта программа такая же. А мне идет, что я готовилась. Что когда мне было пять лет, я готовилась к этому сеансу. Готовилась увидеть страшное. Я слышу. Замечательно. Тогда мы обе готовы все увидеть. Что это за ребенок, который ходит в моем пространстве? Это не ребенок, это программа. Она имеет такие, как будто бы часовой механизм. Всякие штучки там вижу, как будто бы какая-то спираль. Потом механизм, который вот так двигается внутри этого человечка. Я слышу. Сын для дьявола. От этой программы идет сектор магии и подключка. Да. Кто находится в секторе магии, я приказываю проявиться. Так, я вижу, я слышу мать. И вижу там, это как твоя вот эта запрограммированная часть. Как будто бы только верх. Как верхняя часть матрешки. Берешь и одеваешь платочек. Что символизирует магическое воздействие. Что происходило в этом плане на физическом плане? Еще откуда-то ниже, именно к третьей чакре, через левую ногу, идет волна. И слышу в ней слова. Роди мне сына. И вот эта черная волна идет вот в секторе интерферентов. Кто находится в секторе интерферентов, я приказываю проявиться. Там считывается пласт. Энергоинформационный пласт. Как пластинка какая-то. Как сейчас, желеобразная. Что это за пластинка, Виктория? Сейчас ее потрогаю и посмотрю. Она жалится. Как медуза ядовитая. Я слышу матрица смерти. Она как желеобразная, а сбоку и такие шипы имеет. О, шипы. Вот этот венок. Этого. Иисуса. Тоже шипы. И вижу, что с одной стороны, это тоже имеет как вход в это энергетическое пространство. Это как эгрегор. И вход в портал, вот так входит внутрь. И ты так бум-бум-бум по голове по своей. И вот этот купол, который тебя обутывает. И так оно зазвенело, как железо. Что оно идентичное, те же самые энергии. И там я вижу это существо. Считывается программа Люцифера. Это его были слова родимый сынок? Сейчас. Ну смотри. Когда ты такой вопрос задаешь, что как бы много энергии я должна потратить на то, чтобы сама спрашивать. А если бы ты сказала, приказываю проявиться... Хорошо, я приказываю... Я приказываю проявиться истинному хозяину этой пластины, которая находится у меня в зоне интерференции. Он так плюнул. Приоткрыл его пространство. Я сказала, что разоблачила. Я приказываю отвечать, что он делает в моем пространстве. А кто он? Сначала. Я приказываю отвечать, кто он такой. Приказываю принять ему форму его ДНК. Он сильно уменьшился. Пищит что-то. Так, сейчас я расшифрую. Он такой. Да, я приказываю ему отвечать. Идет такой сигнал пи-пи-пи-пи-пи. Как будто... Как этот механизм... Это машина, которая там в реанимации стоит и контролирует жизнедеятельность. И оно так вот уходит в сектор магии. Я вижу там ситуацию, которую ты описывала, что ребенок чуть не умер. А здесь приказываю отвечать, кто это. Он... Да, я тоже приказываю отвечать. Но он прячется. Я снимаю все запреты на защиту. Да, он находится в моем пространстве. Поэтому я приказываю ему отвечать, кто он такой. Спиной, крылья черные. У него маска. Считывается материнство. Сияющая маска на... На лице. Это твой материнский... Оно идет как быт. Ну вот этот уход материнский. Вот это все. Это энергия. А это Люцифер. И его царство. А его царство, это вся вот эта система, все эти помощники. Это эгрегоры. Это вот этот испорченный разум. Так, я отсоединяюсь. Когда ты присоединилась? Да. Снова вижу эту пластину. Эту программу, которая есть у тебя. Да. Когда она впервые появилась в моем пространстве? Я вижу, что как будто бы ты что-то написала. Загадывание желаний. И энергия одна вот такая сияющая отделилась. И как бы прилипла и стала маской на лице у Люцифера. А другая, черная, черный портал пошел в сектор принятия решений. И там вот этот человек, который ходит, он как будто бы по сцене ходит туда-сюда. Виктория, подписывали я какой-то контракт? Подожди, ну не спеши так. Надо же посмотреть, что за человек. Я вижу... Понятно, что за человек. Нет, надо его все равно определить. Вижу четко его лицо. Он или коротко стриженный, или лысый. Такое симпатичное лицо. Что он делает в моем пространстве? Он говорит, что выполняет желания. Твои желания. Сейчас нужно посмотреть, что происходило во время того, когда ты это написала на эфирном плане. Да, посмотри, что происходило на эфирном плане, когда я подписала свои желания. Я слышу, прицепили писючика. И вижу, как будто такой крючочек пошла под ключка. Странный такой. Прямо как тебе в живот. Оно как кочерга такая. И вижу, что под ключка пошла к ребенку. Он схватился вот так за низ живота. Да, они его увлекают. А черные энергии, вот эти. Там как будто бы много лиц, которые смеются. И говорят, она пришла к нам. Что это за лица? Чтобы родить ребенка Люциферу. Это лица. Я слышу демона. Демоны. Это вот эти программы, эти духи. Они, образно говоря, под ножку ставят. Создали эту всю систему, чтобы заманивать людей через эти эзотерические практики. А потом же сами и смеются. Обвиняют. Обвиняют, да. Да. В тот момент, когда я отписала желание. Заключаю или какой-то контракт? Да, я слышу отдать сына Люциферу. И в этот момент у тебя появляется вот этот черный шлейф от седьмой чакры. Он вот так идет, как плоская такая волна. Так, сейчас я считаю информацию, что это за волна. Что это за волна, Люцифер? Я слышу энергетический подъем. Так, чей подъем? Ага, вот оно что. Я вижу, как вот эта энергия, которую ты потеряла, свое лицо, свой божественный лик. Он как бы притягивается к твоему высшему я, потому что по принципу магнетизма твоя энергия притягивается в сектор первотворца. А вот эти вампиряки, они нацеплялись и поднимаются вместе с тобой, с твоими энергиями, которые стремятся к исправлению, чтобы закрыть этот гештальт, исправить все, очиститься от этого решения. И таким образом происходит их продвижение в высшие духовные сферы. Да, я хочу вернуть свою энергию и расторгнуть этот контракт. Ну, это понятно. Давай посмотрим, на что ты согласилась в то время. Да, на что я согласилась, кроме того, чтобы родить сына дьяволу. Я слышу угождать мужу, и буквально я вижу, как будто бы так вынимаешь, такая красная энергия, вот давишь сверху, вот как будто бы руками, как выдавливаешь и отдаешь ребенка в сектор интерферента. И так и слышу, отдать сына Люциферу. Так, а какую роль отец сыграл, нужно рассмотреть в этом процессе. Какую роль он сыграл в этом процессе? Я слышу, он предал. А как его зовут? Вот он. Виталий. Виталий. Находится в секторе магии по отношению к ребенку, имеет прямое отношение к твоему решению. И от него вот так идет, как звук такой. Роди мне сына. Но он подключен к нижнему порталу, и поэтому через него говорят эти программы. Этот он человек-портал. И говорит этот Люцифер. Виктория, а зачем ему надо, чтобы я родила ему сына? Я вот так вижу, чтобы удержать и чтобы пить энергию. Я слышу с твоего лица. Что это значит? Потерять личность. Я слышу. Остаться ногой голой. Растерять потенциал. Уменьшиться. До размеров крошки. Энергии антимира, они вот так растут. То есть ты вот так уменьшаешься, и энергия уходит через сектор магии. А вот это увеличивается и пробирается в твое личное пространство, в твои высшие сферы, твоего высшего я. Как правильно поступить в этой ситуации? Как это все отменить, исправить? Силой воли. Отменить это желание подчиняться. Отцу, я слышу, отцу злой материи. Потому что вот этот абьюзер, и тот, кто подчиняется абьюзеру, он фактически подчиняется на эфирном плане энергиям демонов. Это во-первых. Во-вторых, отменить, вот это я вижу, желание, загадывание желаний. Я снова слышу, отцепить писюнчик. Да, я хочу это сделать. Оля, когда ты просто хочешь сделать, ты должна мной руководить. У тебя есть три вещи, которые ты должна сделать. То есть отменить решение, то есть зайди в тот момент, когда я с мужем. То есть это нужно разобрать по косточкам. Только после этого, когда ты это все увидишь и поймешь, оно сработает. Во-вторых, отменить свои походы и это желание у Дуйко. Третье, проверить, как это все сработало, и отменить в пространстве сына. А не просто я хочу. Так это не работает. Да, хорошо. Тогда я отменяю свое решение подчиняться мужу. Не-не, не так. Зайди в тот момент, когда я приняла это решение и согласилась родить. То есть нужно этот момент найти. Это ключевой момент. Хорошо. Тогда, Виктория, зайди в тот момент, когда я согласилась родить сына для своего мужа. Посмотрели, что в тот... Да, я вижу, в этот момент ты говоришь, пусть отцепится от меня. То есть это вот этот механизм манипуляции. Ладно, уже сделаю, что просишь, только отцепись от меня. И в этот момент я вижу, как это идет, отвержение этого ребенка. Эти красные энергии, это энергии агрессии. ты готова как бы пожертвовать своим собственным ребенком ради него. Ради того, ну, подчинилась этой манипуляции. Да. Подписали это соглашение. Ну, это как раз и есть это соглашение, да. То есть это подчиниться манипуляции ради спокойствия какого-то, ну, хотя бы на какое-то время, понимаешь? Потому что они так и работают. Они долбят, манипулируют, агрессивничают, напирают. А человек, жертва, уже как бы хочет от этого избавиться, уже готов пойти на компромисс ради какого-то спокойствия. Я вижу, как ты в этот момент забираешь огромную энергию, как шар такой из сектора интерферента. И это с лица этого демона, этого Люцифера, эта маска уходит и возвращается, я вижу, в твое высшее я и в твое будущее, и там твое лицо. А эта черная энергия отпадает, как какой-то пустой плащ. То есть на самом деле это пустота. Это Люцифер, это Тантимир, это пустота, это ничто, его не существует. И существует только до тех пор, пока люди отдают свою энергию, подчиняясь эзотерике, подчиняясь этим всем напорам и манипуляциям. Оно упало, как черный плащ. Я вижу, ты вынимаешь эту подключку из второй чакры, она выглядит, как голова змеи. Ты отсекла эту голову змеи и вижу, как эти части, уже две части, одна и вторая, уходят. И вижу, как эта энергия из сектора принятия решений, черная, возвращается к твоему мужу. Да, слышу талии. И ты поднимаешься вверх крылья и слышу вот это пение, гармонию слышу. И сейчас вот этот быстро-быстро начал ходить. на голове дуйко как шапочка такая, как будто бы там грелку такую положили. На голову черная, считывается Люцифер, он заметушился. и я вижу, как ты показываешь как будто такой пластину такую сияющую ему и говоришь, что отказываешься. И вот этот момент, когда ты писала, отказывайся полностью. Я отказываюсь, я полностью отказываюсь взаимодействовать с дуйко, со всеми его хозяевами, со всеми этими энергиями, которые нам служат, с Люцифером. Я все это отменяю, все свои походы. Приказывай ему, он находится в твоем личном пространстве, пусть он забирает все его воздействия, всю его ложь, магию, подключки, чипы, импланты, программы, всю энергию, что принадлежит ему и антимиру, все, что он принес его в твое пространство, пусть забирает. Да, я приказываю все забрать. Вот здесь, как твоя ладонь, и ты вот так, потому что, ну, эта рука символизирует твое личное принятие решений. Ты ему вот отдаешь эту его черную маску, и вдруг вот эта капсула металлическая, она рухнула, она разбилась вся, и ты выходишь и вижу, как две подключки к ногам, черные ноги, буквально тебя затягивает туда, в сектор интерферентов. Что это за энергия, Виктория? Там считывается, ты не все поняла, эти черные энергии говорят, как бы, программы, что ты не все поняла, не от всего отказалась, и они имеют претензии к тебе, из сектора магии идет, что ты люциферианская девушка, наложница люцифера. Это с каким событием связано, когда я стала наложницей люцифера? Где это мое первое самое решение? Ну, это не обязательно твое решение, это не могу так просто считать, говорить. Я вижу в секторе магии операционный стол. Да. там лежит именно вот такой, как этот черный крючочек был, он такой странный, сейчас я его опишу, такая энергия черная и плотная, как такой крючок, потом такой, как перевязано, и здесь уже еще один поменьше, и это также подключка к писюнчику, так звучит сына. И здесь вижу, идет эфирная операция, и вот это твоя энергия, ты там как будто, я слышу, делается капсула тебе, и как бы пережимается вот, ага, вот здесь, где третий глаз, это все так бы делается зажим, и отжимается вот еще, то есть отделяется твоя энергия, я слышу видение, и там глаз такой, который как мечется, он отделен от твоего личного пространства, всего остального, сейчас я приказываю всем сущностям проявиться, там одна сущность вот этот в плаще ходит, да, я приказываю всем проявиться и стать по старшинству в ряд, а другие сущности, они намного выше его в несколько раз, и они как вот эти, которые прыгнул, как они выглядят как серые, но как будто бы считываются как слизняки, а этот они исполнители, а этот черный кто-то. Кто этот черный? Я приказом отвечать, кто он такой? У него шапочка колдовская такая, как этот, маленького роста, считывается колдун, и у него как будто в плаще ничего нет, только живот вот так, и там я слышу энергия распятия, какой-то колдун в черном плаще из шапочки. такой? Я приказаю ему отвечать. Глаза такие круглые, большие, как будто вылезли из орбит и направлены в сектор интерферентов считывается Люциферианское царство, предатель рода человеческого Илья Мамаев. Чего он так странно выглядит? Я приказываю ему проявиться, как он выглядит на физике этот существо. Да, он говорит, что он муж моей сестры. Но постоянно напитывается предатель. Что он делает в моем пространстве? Так спроси у него, что ты у меня спрашиваешь? Я спрашиваю у него, что он делает в моем пространстве. Я приказываю ему отвечать. Он говорит, что он готовит твоего сына к уходу. Он сильно уменьшился и от него такая подключка пошла вот на уровне сердечной чакры вот так в сторону. Я слышу контракт. С кем контракт? Я слышу контракт о заключении брака. Моего брака. Не так спрашиваю. Спроси где заканчивается эта подключка, какое лежит в основе события, чего брака. Рассмотреть нужно. Какому браку ведет эта подключка? так, я вижу там идет люциферианский проект, я слышу. И там в секторе предания души, предательства души как будто бы сидит кто-то выписывает чеки. Я слышу предназначение. Кто он такой? Я приказываю принять форму своего ДНК. отвечать, кто он такой? Проявляется сверху как человек половина синего цвета, а потом такой черный шлейф считывается как избранник, помощник, синий человек. Это программа. Чей? Да. Кому принадлежит? В чем суть этой программы? Кому принадлежит? Я слышу, что это портал доверия. Угу. Как он связан со мной? Ты приняла решение, оно идет вот так виску. Сейчас я посмотрю тот момент, какого решения. Да, найди тот момент? Я вижу, такая черная рука в черном плаще берет нож и вот так делает полукруг, разрезает и вижу, делает как колесо, символ цельнозора. Угу. Что происходило в этот момент на физике? Я слышу момент доверия люциферианскому царству. Что это за момент? Что я делала в этот момент? Я вижу, как у тебя за головой, где затылок, как будто бы появился, знаешь, как нимбы рисуют такие большие типа святым, типа нимбы. Такое огромное колесо, которое считывается вход и выход, как будто так и вот там. Люциферианске царство, потом оно считывается как законы предательства и изменение времен и событий. Когда этот портал впервые появился в моем пространстве? Я вижу, что у тебя как рука такая появилась, какой-то тоже полукруг нарисовала и вдруг вот здесь получился такой символ цельнозора. Что, рисовала его? Использовала? Нет, вставила на телефоне, использовала. Не рисовала. Я отменила уже это свое решение поставить его на телефоне. Но что-то ты не поняла. Чего-то ты не поняла. Оно же шло. Да. Почему оно не отменилось? Да, почему оно не отменилось? Что именно я не поняла? Я вижу, как этот Илья бьет себя вот так в грудь, как этот как орангутанг, бьет в грудь и кричит я сильный. Потом кричит мой дефолт. Что это значит? Или переказатель пусть отвечает, пусть отвечает, что это такое, что это значит? Он говорит, что у него твои глаза. Это связано с той операцией? Да. В секторе интерферента? Да. Тогда почему, где это мое разрешение? Почему мои глаза находятся у него? Я вижу, вот сейчас, как будто ты берешь телефон, ну, такой телефон современный, а как будто бы он кнопочный, и такая вот рука здесь черная, и вот этот палец черный, и как будто бы вот пальцем, знаешь, как раньше на кнопочном, тык-тык-тык-тык, он пик-пик-пик-пик-пик. И вижу с боку, вот так вверху, такой кружочек вот с левой стороны. Что это за кружочек? Это символ цельнозора, и от него именно через этот телефон идет подключка вот нижний портал, вижу там твоя энергия, и там ты как закрыта, как будто бы в каком-то пространстве, я это называю коробочка, и ты как бы засуетилась, там внимание наше, И ты смотришь, что ты там сидела, как будто бы, ну, так и звучит prison, ну, как тюрьма, и ты как будто бы на кровати на такой сидела, на которой такой кол. И это считывается, что, ну, как будто бы ты села на пиндер на этот, и сидела там, и это усиливалось, потому что это связано вот с этими обещаниями, ну, родить сына, еще вот эти все ситуации, и оно все взаимосвязано. Какое мое первое решение, мое разрешение, после которого моя энергия оказалась в этой тюрьме? Я вижу, что ты смотришь, как будто бы сквозь увеличительное стекло, прям правым глазом всматриваешься в портал, демонический портал, я слышу эзотерическая секта. То есть это дуйко, исчезла в этой стекло эзотерической. Кто там? Да, посмотри, кто там. Там идет вот так вот. Ты не можешь отменить контракт? С кем контракт им угодный? Там показывается, как будто бы твоя рука, вот эта красная энергия, которая вот как будто бы удалять ребенка, как рука в руке, вот так, и такая черная рука. Я слышу совместное творение. Ну, ты же можешь разделить. Совместное творение. Совместное творение. Я вижу, что в секторе интерферентов находится вот этот колдун, ну, то есть его дух, этого колдуна. Внутри пустота. Ну, это как хозяин этого эгрегора эзотерического, гемонического, люциферианского управления. То есть это его царство. А царство – это значит государство. То есть это его так называемое государственное устройство. И там вот эти колдуны, эзотерики, эти все маги, звездочеты эти все, они там как шестеренки в этом его механизме. А людей они затягивают сотрудничать и принимать собственные решения в колдовстве. Я вижу снова вот этот момент, когда ты одеваешь такую, как будто бы каменный платок на голову. Это решение – подчиниться, я слышу, судье мертвых. Так, нашли. А кто такой судья мертвых? Кто он такой? Я приказываю проявиться в его пространстве. Так, в нижнем пространстве находится. Я слышу Армагеддон. Там все бьется и мечется в этом пространстве. Как это связано со мной? Это гипноз. Вот энергии гипноза. Эти сущности – это тоже как результат. Вот эти сущности на серых похожие. Это как результат гипноза. Хозяин – это Люцифер. И все – это не только он один. Он там главный. А все эти Дуйко, Илья – это все его пастухи. Почему они считают, что я не могу восторгнуть этот контракт? Совместного творения. Я слышу, что потому что ты родила сына. Ты произвела на свет плоды своих, я слышу, фантазий. Так, где крючок и зацепка? Потому что можно долго ходить. Да, где крючок и зацепка это все? Я вижу свадьбу. Твоя свадьба. У тебя как будто бы веночек на голове. Фата. И слышу, люциферианское счастье. Я отменила свою свадьбу на прошлых сеансах. Почему она до сих пор в моем пространстве? Я слышу, потому что ты живешь с экзотическим мужем. Ну, это твое право жить или не жить. Ты расторгла контракт. Я вижу, как ты разрываешь его. То есть ты можешь жить, никто не имеет права тебе указывать, что ты должна делать. Да. Я вижу, как ты снимаешь этот венок, который считывается как мешок. Ты его с головы снимаешь, и он как черный шлейф, как мешок тянется. Ты одеваешь на Виталия, на мужа. То есть возвращаешь ему. И оттуда вылетаешь, и руками вытаскиваешь. Я вижу, слышу будущего. Будущего мужа. Что это значит? Я вижу, что с этой программы, это светлую энергию тащишь за собой, отваливаются такие усы. Это программа навязанных мужей, мужчин, женщинам. И наоборот, вот этих люциферианское счастье, это программа люциферианское счастье, это когда люди поддаются на уловки родителей и выходят замуж по совету чему-то, то есть поддаются манипуляциям. Когда они поддаются манипуляциям со стороны партнеров, то есть когда они ведут себя как жертва. И в этот момент я вижу, как ты снимаешь из головы этот черный венок, а он похожий, как венок у Иисуса на голове был, колючий. И он уходит. Я передаю тебе, чтобы ты расторгла все контракты, принятие в твое личное пространство, любых программ, манипуляций. Всегда, когда ты поддавалась, отмени эти решения и забери мое участие в содействии, я слышу, в творчестве, вот этом темном творчестве антимира. Да, мы забираем все свои энергии, все свои решения, весь мой потенциал. И я вижу, как ты вот этот пиндер, пиндер, на котором сидела, ты встала и как шмякнула им, он вот так в сектор магии. И так, это Виталий, и его лицо, вот эта маска черная, которая была на тебе, это фактически все твои решения, когда ты подчинялась его демонической воле. и я вижу, как твое лицо засияло. И вот это здесь, где был такой зажим черный, он вот так развязался. Запрещай любые эфирные операции в твоем пространстве. И я вижу, как вот это, где было пережато твое видение, твой духовный взор, оно соединилось вместе с тобой, и ты вот так что-то берешь. Говори, что берешь Дария, твоего сына. Возвращай все энергии твоего сына. Сейчас мы его тоже посмотрим. И верни ему радость жизни, гармонии. я вот вижу его, и у него это подключка, крючок вот этот. Я передаю ему, что его мама очень любит, и что мама, Ольга родила его для себя. И в этот момент я вижу, он поворачивается к тебе, и как бы на руки вот так обнимает тебя. Я говорю, что его мама очень сильно любит его. Я вижу, как ты его несешь на руках, вот так поднимаешься вверх по направлению к первоисточнику, и как слезки ему вытираешь, и снимаешь у него из головы этот черный шлейф. Потому что ребенок всегда берет на себя, тем более сын, он как, если у женщины нет мужа, который руководит семьей, тогда эту роль выполняет сын. Я говорю, что он не должен эту роль выполнять, и эти негативные программы, что он просто ребенок, и он должен наслаждаться своим детством, радостью, счастьем. И вижу, у него подключка идет в затылку. Он упал. Вот этот случай, когда он упал. Я вижу, это волна черная. Я слышу, программа возмещения. Что это для программы? возмещения убытков. И я вижу, что вот эта светлая энергия, которая находится там внутри, находилась твоя энергия и решение отдать сына, оно было им как бы не по зубам. То есть, когда они, образно говоря, проглатывают солнце, то оно их жжет. То есть, я вижу, что им не сладок. То есть, вот эти энергии божественной чистоты, души, и им трудно было справляться, и они вот мстили. Я хочу отменить это событие. Точнее, я отменяю, отменяю это событие, эти все воздействия на его сына, последствия этих воздействий. Я вижу, крючок, эта подключка отпадает, твоя энергосфера увеличивается, а его энергосфера внутри. Твоей, вот здесь, с левой стороны есть программа предательства, со стороны отца, я слышу, у него вот так как будто бы спина, и по спине, и вот так колени согнуты, и ноги, подключка идет в сектор интерферентов. И эта программа, сейчас, сейчас, посмотри, эта программа, она выглядит, как чертей рисует, копыта, вот согнутые ноги, такие наоборот, что символизирует преклонить колено перед Люцифером, отречься от престола славы. кто, это подключка к сектору интерферентов, я приказываю проявиться, кто там находится. Я слышу ответ, твоя Люциферианская мать. Так, кто это? Да, кто это, я приказываю проявиться, согласно ДНК. Я вижу, что это выглядит вот так. Вот эта кровать, такая деревянная, как будто бы ты сидела там, вот эта кровать, она и есть, вот эта Люциферианская мать, вот с этим пикой, с этим. Да, 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 это и есть Люциферианская мать. Так, это матрица взаимодействия мира добра и мира зла. Что она делает пространственным сыном? Я слышу, передается от поколения в поколение. И также я слышу, что там есть Люциферианский отец в секторе магии. кто такой. Да, я приказываю проявиться в секторе магии отца и принять ему форму ЛДНК. Это его родной отец, который полностью как зомби запрограммированный и это как считывается ходячий мертвец. его вся энергия божественная находится в секторе интерферентов, а он как набор разных программ. Я слышу веяний и мыслей. Какой-то, да, странноватый человек, пустой абсолютно. Я убираю эту программу с пространства моего сына. Приказывай, он вторгся в пространство сына, пусть забирает эту всю программу. Да, я приказываю ему забирать все программы его, все его воздействия, все последствия воздействия моего сына. Все это пусть забирает, свою карму пусть забирает. Да, я вижу, как он забирает, отсоединяйся, отцепляйся от всего. Да, убираю его с моего пространства полностью. Да, это все уходит. Я вижу, к пупку у ребенка идет подключка, тоже в сектор интерферентов. Да, кто там находится в секторе интерферентов и связан с этой подключкой, приказывает проявиться. В этой подключке считывается люциферианская мать, то есть это матрица. Она вот так зигзагом идет в сектор интерферентов, потом в сектор магии. В секторе интерферентов оно как яблоко такое черное уходит вот так внутрь. Считывается люциферианское сознание, то есть эгрегор в секторе магии. Это всегда связано с принятием решения. Да, какое-то решение. Так, что было на физике? Так, во-первых, кто находится в секторе магии? Я вижу твое лицо и вижу эту кровать. То есть мать репрезентует в своих решениях вот эту матрицу смерти. Я отменяю свое это решение. Я вижу, что вот это падение, когда мальчик упал на камень, ты его просто перед тем, как он упал, ты его вот так поднимаешь, и эта подключка уходит. То есть это из-за твоего предательства вот эти все события негативные бы происходили. Потом я вижу монитор этого аппарата, ты показываешь пальцем, и его тоже убираешь, и он наполняется, я слышу, кровью. Вот, поднимается вверх. Вы радостно идете в сектор первотворца. Так, когда подключка произошла вот к животику, я вижу ситуацию. Доктор или медсестра стоит, что-то подняла вверх, смотрит. А, шприц. А потом она уколола. И что происходило в этот момент на вечерном пространстве? В этот момент я слышу прокол, но она почему-то в пяточку сделала укол. Это в роддоме? Сейчас я посмотрю. Да, такой малюсенький мальчик, как будто бы вот так закутан, как в платочек. Что происходило в этот момент в эфирном пространстве? В этот момент подключка произошла к пупку. Я слышу, организован вход в эфирное пространство живого человека. Отход. Отход из мира реальности. Зачем она этот укол сделала? Что это за фигня такая? Да. Какая у нее цель? Сейчас я спрошу, кто она. Я приказываю отвечать, кто она такая. Она говорит, что она Татьяна, работник управления Люциферианским царством. Она говорит, что она привожу детей в соответствие с эгрегориальными нормами антимира. И вижу вот это яблоко, как будто бы, да, это пространство. И там эти деточки выложены, знаешь, как жуки колорадские складывают такие яйца, такими рядочками. Вот такими же рядочками такие какие-то черные яйца поскладываны. О, это та же капсула, в которой ты была. Это передача наследственных программ. Этот эгрегор следит за тем, чтобы передавались вот эти генетические изъяны от родителей к детям. Чтобы открывались вот эти порталы для проникновения и подключек. Она его сильно тянет. Я приказываю тому, кто тянет за эту подключку, немедленно проявиться. Да, я тоже приказываю немедленно проявиться тому, кто тянет за подключку и принять форму его ДНК. Он начал тянуть эту подключку и начал как бы подтягиваться на ней, как будто бы за веревку. Такая сущность, как вот этот человек, которого я видела. Но потом он резко упал. Кто он такой? Я приказываю ему отвечать. Снова я вижу там, в этих программах, дух Ильи, этого колдуна. Ну, это дух, это дух Люцифера, который работает в человеке, когда он исполняет волю Люцифера и работает на его огороде. То есть черный творец. Что он делает в пространстве моего сына? Он говорит, что у тебя есть его глаз. Что он приложил его глаз к твоему пространству, к твоему ребенку. Когда это произошло? Он ругается на тебя разными словами, обзывает тебя. Я снова вижу этот телефон. Я слышу люциферианское эгрегориальное царство. То есть его царство, оно похоже на спрута, потому что вот есть как мозговой центр, а вот эти щупальцы, которые символизируют разные порталы, разные мероприятия захвата человеческой души. И вижу, я слышу, я тебя разоблачила, а он ответ, я разоблачу вот этот спрут. Я приказываю ему отдать всю энергию твою, потому что ты решила прекратить сотрудничать на антимир. Ты божественный чистый творец, и дети твои – это твое продолжение, и это твоя живая материя жизни, твой род. И по конам божественного всесвяту, они обязаны убрать все воздействия, они ретируются. Я приказываю этому Илье во всех воплощениях, временах убрать его щупальцы и его магию от твоего пространства, пространства твоего сына, вижу, как эта подключка к нему возвращается, как будто бы в рот. И этот синий человечек уходит, помощник, и ты вместе с чистым сыном поднимаешься вверх. Я приказываю всем интерферентам и колдунам убирать все их воздействия, получить карму и все последствия за вторжение в пространство живых божественных душ. И оно все ретируется и уходит, и уходит. И вижу, они все держатся на такую черную подключку, которая ведет в сектор первотворца. И там к твоему высшему Я, прямо к лобной, я слышу, чакре. Лобная чакра. И это служит им веревкой, по которой они, как скалолазы, выбираются наверх. Я слышу, что это подключка, да, когда она появилась впервые? Миссия разобщения, миссия разделения двух миров, мира добра и мира зла, отделение. Ты, я вижу, как ты вот это берешь, эти капсулы, как орешки, вот так чух, они раскрываются. Так, этих много орешков, что это, ну, они как капсулы, как будто бы бомбочки, такие металлические. Что это за капсулы, это на краяторе. Ты говоришь, что это твои родовые дети. Всех, кого ты родила и кто умер. Говоришь, что это твои воплощения, твои воплощенные дети. А-а-а. Теперь понятно, что это такое. Теперь я увидела всю картину. Ты здесь? Да, да. Теперь я всю картину видела. Смотри, как это выглядит. Вот, да, в высших пространствах, высшего я, в высших пространствах духовных. Вот ты, там есть твое высшее я. И вот к этой чакре идет подключка к антимиру. И был создан вместе с тобой вот этот целый эгрегор, целое пространство демоническое во все время воплощения тебя в разных людей, рожденных детей. То есть это твой эгрегориальный, я слышу, суд. Это то пространство, которое судит нас по нашим поступкам. И ты показываешь мне вот эти черные руки, запятнанные вот этой эзотерикой, этой магией. И я вижу в этот момент, как ты снимаешь этот каменный платок. И буквально ты тянешь, вот как они тянули за эту черную подключку. Оно как одно, знаешь, как в одном направлении. Вот так идет одна жила. Только идет одна энергия сюда, а другая туда. А сейчас ты тянешь сверху свой божественный потенциал, забираешь. И я вижу, как лопают вот эти черные капсулы. И вот это яблоко разодралось. И это я слышу освобожденный рот. Освобождаю свой рот. А рот это... Это генетическая память о всех происходящих событиях. И я вижу, ты говоришь, что ты... Это все то, что ты поместила в себя, весь опыт всех предыдущих и последующих поколений. И ты говоришь, что это твоя гармония. И я вижу, как из этого черного яблока изнутри выходит сияющий. Я слышу код жизни. И эти программы, как черти, запрыгали и отваливаются от твоего пространства. И от всех тех событий, когда были или в будущем будут, или есть сейчас, эти черные подключки отваливаются. И я увидела лицо твоего сына Дарья, которая его вот так энергия как проплыла возле меня. Он вышел из сектора интерферентов. И я вижу, как он снимает из головы вот это, как... Оно выглядит, знаешь, как ледяная такая... Как это называется? Что ложат на голову, когда голова болит. Ну, какой я так понимаю. Вот это вот черный такой ободок, толстый, который был на голове у Дуйко. Да. Я вижу, как из-за того, что мать, то есть ты обращалась к этому Дуйко, к Илье, то их подключки передались не только тебе, но и твоим детям. И я говорю, что ты сейчас отменяешь все эти доверять, потому что всплывало, что ты доверяла им. Что ты доверяешь только твоему божественному источнику. И в этот момент такой звук, как будто бы вантус, знаешь, оторвался. И вот это от твоего высшего Я, вот это твое, я слышу, прозрение. И вот так ты взмахиваешь, как крыльями, твое пространство такое огромное, вот так как-то колышется, и потом раз, стало плотным, сформированным шаром. И я вижу, как эта подключка черная, она, знаешь, как тоньше-тоньше ручеек. Так, полностью выталкивай, и ты седьмой чакрой прорывается, и седьмой чакрой прорывается, вот это, как мембрана, и выскакивает что-то черное. Я его стоп, и как бы между двух стекол, чтобы рассмотреть. Морда раскрылась. Кто это? Я слышу, демон власти. Имеет прямое отношение к сектору магии. Илья. И я вижу, как вот этот механизм, и вот этот... Ты отдаешь вот этот кнопочный телефон, который... Это не телефон, это пульт управления. А, вот оно что. А я думаю, что-то он такой странный. Сейчас прозвучало. Пульт управления. И ты этот пульт управления ему отдаешь. То есть, получается, что когда человек обращается к эзотерикам, магам, колдунам, и доверяет свою жизнь, свою душу им, то таким образом отдает пульт управления своим пространством в их руки. Я вижу, как ты это отдаешь. И вот этот синий какой-то помощник, исполнитель желаний. Фей, исполнитель желаний. Эта программа уходит к Илье. Полностью очищай все твое личное пространство от взаимодействия с антимиром. Возвращай себе все творчество. Из всех, из всего творчества, которое ты натворила в антимире, забирай твою энергию и опустошай. Я вижу, как много-много энергии уходит, как жемчужины. А с них спадают вот эти, как черные плащи. Расчитывается подчинение демонам. И сейчас ты поднимаешься, выходишь все выше и выше. Очищай полностью твое пространство. Отделяй от себя каналы утечки энергии. Все порталы закрывают. Отменяй свое подчинение в любых временах, пространствах, людям, а также энергиям, программам, подключкам, как всем вот этим аспектам влияния на человеческую душу, все, что принадлежит антимиру. Соединяйся от этого. Поднимайся. 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 Так, и программа, когда ты поднимаешься, вот программа такая, как будто бы кто-то черный ухватил ребенка, как киднеппинг. И считывается, сейчас слышу, это программа «Люциферианская невеста». Что это за программа? В чем ее суть? Ну, снова я вижу момент, я слышу подписание контракта, заключение брака с мужем, это событие. Почему оно не отменилось? Я слышу, потому что ты в браке. Ты разрешаешь манипулировать собой, управлять собой. и я вижу, как этот пульт управления символический черный, в секторе магии, там много каких-то сущностей, и они передают этот пульт из рук в руки. То есть, если ты разрешаешь манипулировать кому-то одному, то это разрешение распространяется на всех остальных. Хорошо, я эту программу могу от сына убрать? Она пока к тебе присоединена, и поэтому сейчас я посмотрю. Она вот здесь. На этой программе я запрещаю воздействие на моего сына. Ты и на себя в первую очередь. Когда ты запретишь на себя воздействие, тогда воздействует... Я могу и... Почему ты спрашиваешь, что ты творец? Нет, при том, что я в браке. Конечно, можешь. Я полностью отменяю эту программу, запрещаю ей воздействие на меня и на моих детей. И все воздействия от этой программы, все последствия, я это все убираю, вычищаю свое путь из пространства. Ага. Да-да-да-да. Я вижу, как ты поднимаешься вверх, эта программа падает, отваливается, и вот это желеобразное, это взаимодействие, то есть это подчинение, программа подчинения. Все уходит, очищай все пространство, сжигай в твоем личном пространстве. Я очищаю, сжигаю все. Да, я вспомнила, вот сейчас мне пришло, вот эта ассоциация, как у меня в жизни было, когда я всегда говорила моему абьюзивному мужу, что это мои дети, и не смей их обижать. И я заступалась из-за детей, и за невестку. И всегда я была на стороне моих детей. У нас из-за этого и были сказали, что я не подчинялась его вот этим манипулям. я подчинялась, естественно, но что касалось... Сопротивлялась. Я очень сильно сопротивлялась, да. я слышу, назвать вещи своими именами. То есть, когда есть абьюз, нужно говорить, ты ведешь себя как абьюзер, это абьюз, меня твои проблемы не касаются, это твое личное дело, какое ты есть, меня это не касается, но не надо меня и моих детей втягивать в твои проблемы. Если тебе интересно быть таким, это твое право, но у нас другой выбор. Я слышу, подчинение и конец. А, я подумала, почему? Я вижу вот это осознание. Вот это осознание, вот здесь была вот эта... Подключка. Вот, давай рассмотрим ее. Да, я рассмотрю, что это за подключка. Я слышу неприятие себя, непринятие себя, да. То есть, непринятие себя, уничижение. То есть, это те программы, которые приняла ты когда-то, когда муж абьюзает, он всегда открыто или скрыто забирает волю и заставляет, забирает, крадет вот энергию уверенности в себе, веру в себя. И я слышу доверие себе. Вот. Поэтому, если нет доверия к себе, тогда идет доверие к антимиру. Потому что божественная душа ассоциируется и с божественным источником. И я вот вижу, как твое высшее Я обняло тебя. и ты говоришь, люблю себя и моих детей. Еще надо девочек почистить. И доверяю себе. Да, доверять только себе и божественному источнику. Я вижу, как отваливаются эти программы от твоего рода. И сейчас пошел такой шум, как огонь. Я слышу, это гнев первотворца. В твоем пространстве, вот как будто бы тебя вот так охватило со всех сторон такой огонь, который тебя не жжет, и твоих детей не жжет. Но жжет этих всех вредителей, они так и считываются, вредители, предатели рода человечества, человеческого, абьюзеры, хамы, хамы, звучат хамы, дети хама. О, это физические наследники хама. Что это значит? Они приняли духовное руководство антимира, Люцифера. Поэтому считаются детьми хама. Хам, это кто? Я слышу, дикий человек, черный, дикий человек. Он как будто бы человек, человек обезьяна с какой-то кувалдой в руке. Так и слышу, смотрю и слышу. Это программа дикого человека, отстраненного от света, упырь. Что это программа? Что эти дети хама делают? Мой пацан. Ты приняла его программы, когда вышла замуж, когда, когда я слышу абьюзивные родители, абьюзивный муж. Эти программы находятся в секторе магии у тебя. Кто находится в секторе магии, я приказываю проявиться. Ну, сейчас же проявляются вот эти программы хама. Но ты находишься в очередной духовных пространствах. Хозяин. Этих программ. Я слышу, лютерианское царство, то есть, вся система управления человеческими душами. Под управлением этого демона, дьявола, Люцифера, который как бы лежит на земле, а лежит он потому, что он как будто бы отдыхает на земле, потому что люди, человеческие души отдают ему свою энергию. Я слышу, поклоняются ему, преклоняют колени. Вот эта программа черта, что снялась со своего сына. Как я еще до сих пор связана с этим его царством и с ним? Я слышу, что ты убегаешь от него, уходишь. Ты проявила волю. Я хочу полностью. И вот этот огонь, интересно, он как будто бы, знаешь, как будто бы первотворец подул огнем и вот внутри этого потока огненного твое пространство. А этот огонь сжигает и разрушает эти чужеродные программы. Я слышу, что это помощь от высшего Я. Я благодарю за эту помощь. Я слышу, что я вот так слышу. Доверительные отношения. Так, между кем? Я вот так вижу, между собой, то есть своим физическим разумом и высшим проявлением разума, высшим духовным источником. Давай сейчас отсоединимся от тебя и еще раз найдем Дарья. отсоединимся от меня и найди в эфирном пространстве эфирное тело моего сына Дарья. Дарья. Он находится у тебя в пространстве и говорит, что он скармливается мамочкой. У него он вот здесь находится, сияющий весь и как будто бы грудь сосет. Посмотри на его эфирное тело, как он выглядит сейчас. Он говорит, что он под защитой мамы, родной мамы. Так, и он ручку протягивает. Он зависит от решений твоих. Мать может утилизировать все негативные воздействия от отца и от окружающего мира своей любовью и своей защитой. Когда женщина, я вижу, как ты его защищаешь, считывается это так, защищаешь детей, тогда твоим мужем становится свет, чистый свет первоисточника и я слышу духовный код жизни. Тогда ты выбираешь мужем, я слышу осознанный выбор, тогда твоим мужем становится первотворец и его живые иконы. Виктория, считай, сейчас что-либо угрожает жизненное усынью? Нет, он говорит, что он под защитой, что он под твоей защитой. он говорит, что ты утащила его из бездны. Я передаю Дарию, что его прекрасный святой священный любит, его первотворец, и пусть он сейчас очистит его пространство по его божественной воле во всех временах, когда он спит и когда он бодрствует, куда бы он не пошел. Пусть всегда ему сопутствует счастье, удача, защита иконов жизни, иконов первотворца священной вселенной, священного всесвета. Потому что вселенная всесвета это все есть свет. Да, идет ответ от него Я гармонизирован. Я передаю чтобы он отключился от всех подключек и запрещал от сегодняшнего момента во всех воплощениях до этого и после и сейчас во всех временах, во всех пространствах, на всех уровнях бытия и эфирных пространствах любые воздействия пусть наполняется энергией творчества, возвращает все его творчество из всех тех мест, где он терял божественную энергию, возвратит себе и наполняется светом, гармонией и чистотой. И в этот момент я вижу, как на физическом плане на нем как будто бы этот человек слезняк лежал, поэтому когда он просыпался, он просил о помощи. я ему передаю, чтобы он запретил, ты запрещаешь и мы все запрещаем вторжение в пространство этих чужеродных программ, чипов, имплантов и приказываем карму принимать всем насильникам. и он взял вот так и подул. И такой огонь. То же самое его пространство, вот так как-то его пространство тоже было, как бы часть его пространства отделена. он подул и тоже вот так это все очистилось. И эта черная подключка от пупка так бум упала и она вот так протянулась от сектора магии в секторе интерферентов. Я передаю ему видит ли он эту петлю, чтобы он отказался принимать в его пространстве взаимодействие с этой петлей. И пусть приказывает хозяевам этих энергий забирать их подключки, чипы, импланты, программы и последствия за весь вред принесенный ему. Я вижу, как он цепляется вот так за тебя. говорит, я с мамой и вижу еще подключка у него идет по энергетическому столбу, как хвостик и на голове как будто бы рожки. Это программа черная. Кто хозяин этих программ? Эта программа считывается отец-предатель. Он вот как рогатый как будто какой-то буйвол отец-предатель. Я ему передаю, что он эту программу может поменять. Ему не нужен этот, он может очистить его личное пространство от генетики его физического отца и заменить энергиями божественного отца, творца жизни, первоисточника жизни. Он отец, живая материя жизни, материя гармонии и жизни, это его мать. Пусть он простит своих родителей и поднимается в самые высокие пространства, пространства благополучия, жизни, гармонии, процветания. и в этот момент я увидела как его ротик открыт и с его как будто бы вырвался зуб вот черный и я передаю, чтобы он приказывал так, кто это? Я слышу матрица смерти, как красная там тоже такая энергия. я слышу, что эта программа вот родить для другого, то есть для мужа, ребенка, ты отказалась от этого и я вижу, как ты нежно смотришь на сына вот так рукой своей эту подключку убираешь, а он к тебе вот так на шею и говорит, мама, я жив. Я ему передаю, что он жив во всех временах пространствах, пусть он возвращается к жизни и отказывается принимать чужеродные программы. Я вижу, как ты идешь, ведешь его за руку, отсоединяйся от всех и всего негативного, чужеродного, наполняйся, восстанавливай свое первичное ДНК, все есть свет, все есть жизнь, все есть гармония. Да, выполняем все энергии любви, гармонии. Я вижу этот шар огромный, ты находишься как будто в секторе первоисточника, в секторе миссии, говоришь, что запрещаешь себе входить в пространство антимера, в пространство тьмы. и ты говоришь в сектор первоотворца, что ты ходишь дорогами истины, там такая вот дорога сияющая вверх идет. Расторгай все твои контракты с антимером, возвращай все творчество, которые, всю энергию со всего творчества твоего во всех временах, наполняйся светом, энергией. Мы это все делаем. Да, и я слышу, что твой суд не подвластен, не властвует над тобой. Вот это яблочко, полностью утилизируй его, забирай все энергии твои и твоих детей с этого Эгрегора и утилизируй его полностью. То есть получается, я вижу, что матрица так устроена, что сам человек своими действиями осуждает себя и оправдывает. Оправдывает сейчас твой выбор и запрещает каким-либо программам, энергиям влиять на тебя и на твой род, на твоих детей. Да, все, на аннигиляции, я так и слышу, аннигиляции. Все, ничего нет, стерто, стирай со всех информационных полей. Да, все стираю, все удаляю, все чужеродное, все воздействие негативное, карма чужая, хозяин кармы, все чужая. Да, то есть, ну, смотри, сейчас ты должна вот это говорить, то, что я говорю, это твои слова, то есть ты проявляешь волю, стираю. Я все стираю со своих всех пространств, реальностей, воплощений, все свои взаимодействия с антимиром, все программы, все контракты, все соглашения, все подключки, закрываю все порталы, от всего отказываюсь, все очищаю, свое пространство, пространство своих детей. Яблочко, вот это яблоко раздора, да, на самом деле это вот этот тор, и это символизирует познание. Сейчас у тебя оно сияющее, это как библейская история про творец все сотворил совершенно и сказал познавайте только добро и истины. Но нашелся тот, кто сказал, что этого мало, что нужно еще познать зло, нужно познать смерть, убийство, насилие, горе, страдания для того, чтобы быть типа совершенным. Это ложь. Обличаем это. Я вижу, как это твой тор сияет, и вот он сияет прямо как такими колючечками, да, которые колет окружающие темный мир, поднимайся в самые высокие пространства, и ты говоришь, да, и дети, и один за другим, Дарья, у тебя вот здесь, а девочки, вот так, один за другим, ты их поднимаешь, они буквально подтягиваются сами к тебе. я поднимаюсь и поднимаю всех своих детей в самое верхнее пространство. Видишь, как интересно, когда мы отказываемся от сотрудничества с антимиром, тогда к нам подтягивается наше окружение, наши родные, те, кто дороги нам, и потому что дети, это и есть наше пространство, это есть наша материя жизни, это наше будущее. Ты благодаришь меня. Да, благодарю. Виктория, отсадись от меня и считай то, что ты видела в начале сеанса, как ты в пять лет ходила руки назад и готовилась к этому сеансу. Ты все сделала на этом сеансе, к чему готовилась? Выглядит очень смешно, я как будто бы разделенная. Одна вот так повыше, как будто бы сижу и у меня есть такой как что-то записывать или компьютер, что-то такое. Сижу, а другая считывается подчиненная эгрегору, потому что это то, что мы увидели в твоем пространстве, это есть в пространстве абсолютно каждого человека, пусть никто себя не обманывает, что у него как-то по-другому. Просто у тебя это проявилось, потому что ты на это обратила внимание. И я вижу, что одна там сидит и так говорит, готовься, готовься, другая, другая подчиненная этим, то есть эти программы мною вводят туда-сюда. Я чувствую такую какую-то напряженность. Так, я сейчас себя остановлю и спрашиваю, зачем я делаю это. Сразу отвечаю, тренируюсь видеть реальность. И я вижу, как у меня вот так здесь такой шар, и я показываю, что я там вижу, что происходит вот в секторе интерферентов. И там слышу Дарий, а там его душа вот руку вот так протягивает и говорит, помоги мне. Как интересно, а там же нет времени, понимаешь, там все в настоящем находится. То есть вся эта проекция считывается самой вероятной, просчитывается самой вероятной вариант развития событий. И я отвечаю, я помогу тебе и называю его своим братом. Говорю, ты же мой брат, ты мой брат. Говорю, почему ты называешь его братом. Сейчас я увидела, как стоят в ряд в секторе первотворца огромные ангелы, которые смотрят вниз. Я слышу, что мы пришли, чтобы разобраться в завалах антимира, чтобы разобрать эту матрицу антимировскую, слышу, понять все взаимодействия и расчистить путь для освобождения душ. Я слышу, это миссия спасения. я слышу, как мама говорит, Виточка, почему ты ходишь так? Я ей отвечаю, я тренируюсь, но это на эфирном плане. а на физическом плане я психую и показываю маме пальцем вот так на ее ноги, у нее ноги в таких черных как будто бы тапочках, и я вот так пальцем показываю, говорю, это ложь. Я помню, мама всегда меня ругала за то, что она любила приврать. А я очень прямолинейная, я не понимала. Мне казалось, она просто плохо помнит. Я думаю, зачем она так говорит, если такого не было? И я ее ставила в неловкое положение очень часто перед людьми, потому что она что-то соврет, а она врала очень много, потому что она скрывала, что у меня и у моей сестры другой родитель. То есть отец. Хотя мой папа мой очень замечательный человек, я его очень любила, и он нас любил. С сестрой никогда не делал никакой разницы. Меня очень сильно любил. И я показываю на эти тапочки черные, на эти энергии и говорю, ты демон, враги. да, это была значит какая-то ситуация, когда мама что-то папе, наверное, наврала, а я это высказала, я нервничала, да. я отменяю любые взаимодействия, признаю свою божественную сущность, возвращаясь все все мое творчество. А, в тот момент произошла замена, я обратила внимание на это темное и таким образом моя энергия как бы зашла в тот же самый эгрегор, в котором находился Дарий, я как бы была там для того, чтобы я слышу наблюдать. Вот таким образом наше внимание, где наше внимание, там и наша энергия. То есть если мы выходим из концентрации внимания на негативных вещах, то есть на эзотерике, магии, лжи, на этих делах, чумы, тогда мы забираем свою энергию и возвращаем весь потенциал. Я вижу, как соединилось вот эти меня две соединились в одну и вот эта черная программа ушла. Я отказываюсь от матрицы антимира. Я стираю со всех, буквально вижу, как я его так отодвигаю, как будто такая клетка черная. Я восстанавливаю свой творческий потенциал, забираю все мое творчество со всех тех решений, мест, действий, мечтаний, мыслей, слов, со всех эгрегоров, со всей матрицы антимира, со всех этих уловок, ловушек, я их всех растворяю, приказываю все воздействия на меня убирать всем эгрегором, всем структурам, программам, чипам, имплантам, людям негативным, приказываю, Илье, Моне и всех их банди, а также всем людям, которые служат демонам, убирать их воздействия от меня, от моего рода, от Оли, от ее рода и от всех божественных душ. Я слышу, матрица вывернулась наизнанку, когда я забираю мою энергию, я вижу, как эта матрица, моя энергия уходит вверх, а матрица буквально выворачивается наизнанку, отрывается, я отсекаю ее, отказываюсь сотрудничать с антимиром и творить на благо антимира. Я оставляю себе мой божественный опыт и всегда делаю выбор. Я за первотворца, за его божественные иконы жизни, гармонии и процветания. Я за то, чтобы всегда во всех уголках нашего Всесвиту была воля первотворца и воля его конов жизни, процветания и гармонии. Только он единственный и его коны жизни имеют право руководить душами во Вселенной и всем физическим планом и духовным. Да. Я слышу, что я стою на стороне мира. Угу. Мы все стоим на стороне мира, то есть мир это есть решение мирным путем и слышу воссоздание, возобновление конов, гармонии пространства. То есть идет генеральный ремонт нашего сознания личного и психического сознания нашего всесвятого. Угу. Замечательно. Угу. Все идет по плану светлых сил. Да, я слышу. Все идет по гармонии. Да. Это гармония. все, что происходит все к лучшему сейчас, да? Да. Мы очищаемся и освобождаемся. Угу. Да, хорошо. Тогда отсоединяйся от этого. Поднимаемся в самый верх. Да. Проверяй свое пространство. Да, все чище. Очищай, закрывай все порталы, там замороженные ситуации, убирай. Так. Я посчитаю от одного до трех, и ты вернешься в физическую реальность, с которой я с тобой разговариваю, и будешь чувствовать тебя великолепно. Один, два, три. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok